Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблемы с мамой, я её не очень люблю, радуюсь, что она куда-то едет, на работу каждый день, в командировку или на отдых на несколько дней. Моя мама очень сердится, она никогда не подобреет, потому что у неё враждебное сердится. Она добрая только для наших двух кошек, я завидую тем маленьким детям и взрослым детям, у которых их мама мягкая и спокойная, любит и целует своих мужей. Как мне искренне полюбить и научиться ценить мою маму? Моя мама не любила моего отца и не любит его по сей день, спрашивает Елизавета. Ну, во-первых, как указала моя коллега, вам 21 год и для вашего возраста у вас достаточно инвентилизированное мышление. В каком смысле инвентилизировано? В смысле того, что на уровне формирования вашей позиции и на уровне формирования вашей реальности, вы как-то очень по-детски воспринимаете и маму, и папу, и себя. Объяснить это можно тем, что, по-видимому, вы не сепарировались до сих пор от своих родителей, то есть не отделились от них, а находитесь с ними до сих пор в таком, ну, можно сказать, что слиянии, да? То есть что такое в данном случае слияние? Это когда человек не мыслит себя без, ну, без другого. В данном конкретном случае можно говорить о том, что вы не мыслите себя без мамы и вот довольно по-детски, как мне кажется, хотите, чтобы ваши родители любили друг друга. Вот. В общем, так вот, по-детски вы этого хотите. Вот. Почему? Потому что, вот, с чем связано слияние, да? Какая одна из, ну, одна из базовых характеристик слияния, это то, что я и моя мама, это по сути, ну, вот, один человек. То есть я и моя мама, это по сути, вот, как бы, как бы единое что-то целое, единая какая-то вот личность, хотя на самом деле вы и ваша мама разные люди. И у мамы есть своя история, история того, почему она, собственно, вот такая, ну, ну, сердитая, да, например. А у вас есть своя история, ну, история, скажем так, вот вашей, например, жизни, да? У вас, как бы, в данном случае что-то, что-то вот есть такое свое. И, на мой взгляд, это важно понимать и важно все-таки отделять себя от другого человека. Для этого необходимо учиться смотреть на себя критическим взглядом и необходимо анализировать то, что происходит с вами. Понимаете? Да. Как мне кажется, вот в том, что вы описываете, в большей степени присутствует элемент профлексии. То есть, что такое профлексия? Это когда вот я сейчас, например, маму полюблю и она полюбит меня тогда. То есть, она меня не любит, но вот я ее полюблю и все будет хорошо, например. Я ее полюблю, да, и она там, словно говоря, перестанет, ну, перестанет быть, ну, сердитой, например. Например. Вот. По моему взгляд, это позиция несколько оторванная от реальности. Вот. Потому что, ну, один человек от другого человека, пожалуй, не зависит никак. Так. И вам это нужно принять. Принять, что реальность, реальность вот она такая, где, как бы, люди в какой-то степени являются такими, какие они есть. И если мы здесь говорим о том, чтобы кого-то полюбить, в данном случае, ну, в данном случае, речь идет о вашей маме. То, конечно, в первую очередь нас интересует то, из какого чувства вы хотите полюбить. То есть, если вы ее сейчас не любите, то вы не любите ее почему-то. Да. Вы хотите ее полюбить, вот тоже очень важно увидеть и какой мотив. То есть, я ее полюблю и что тогда будет. Да. Что такое любить? Что значит любить? Любить значит принимать. То есть, если мы, вот, как бы, ну, если мы человека любим, да, если мы человека любим, то мы его принимаем таким, какой он есть. Если мы человека любим. Вот. В данном случае можно говорить о том, что вы не принимаете свою маму, ну, вот, свою маму, и я уверен, что у этого есть причина. Так скажем, основания, по которым вы не можете, ну, не можете принять свою маму. И, соответственно, соответственно, ваша невозможность принять маму связана с тем, что вы не принимаете что-то в себе. Словно говоря, вы думаете, что вот оно сердце на вас за что-то, оно сердце на папу за что-то. Да. Но по факту, ваша мама просто, например, таким образом решает, ну, вот, какие-то свои проблемы. То есть, ну, ваша мама пытается справиться, скажем так, скажем так, она пытается справиться с какими-то своими, ну, трудностями, с какими-то своими проблемами, с какими-то своими противоречиями и так далее. И ее сердитость, как вот вы говорите, да, это следствие вот этих самых проблем. И вы воспринимаете ее поведение как поведение сердитого человека. Именно в силу вот того, что вы не отделяете себя от нее. То есть, ваше представление о себе зависит от представления, от маминого представления о вас. Что является, на мой взгляд, конечно, довольно-таки серьезной проблемой. Потому что в данном случае можно говорить, ну, вот, в какой-то степени, да, можно говорить о зависимости в данном случае, можно говорить о слиянии и так далее, отсутствии, как бы, личных границ, ну, например, можно говорить об этом. Вот, можно говорить о, ну, о таких аспектах можно говорить, да, например, опять же. А дальше, то, что вы завидуете, то, чему вы завидуете, скажем так, связано с тем, что вы хотите, что вы можете, но сами себе вы этого не даете. А, как бы, ждете этого от, там, условно говоря, своей мамы. Ну, ну, например, ну, например, вот. Вот, то есть, вы ждете, что вам, вот, мама, да, позволит вам, мама даст то, что вы хотите. Вот, при этом, при этом сами, сами себя, сами себя вы игнорируете в данном случае, к сожалению. Вот, соответственно, игнорируя сами себя в данных конкретных случаях, вы игнорируете свои потребности, вы игнорируете свои желания и, соответственно, не принимаете себя. Вот, то есть, ну, то есть мысль здесь примерно такая. Да, мысль здесь, ну, ваши мысли здесь примерно такие, что без, например, без мамы, без ее нежности ко мне, я вот, какая-то не такая, без ее нежности ко мне. Со мной шпал бы не так. Понимаете, да? Какая шпука, какая шпука. Вот. И, соответственно, соответственно, проблематика здесь вот такая. То есть вам необходимо учиться, во-первых, больше внимания обращать на себя, вам необходимо учиться больше внимания уделять себе. Вот. И вам необходимо, ну, как бы, вот, в данном конкретном случае повышать уровень, вот, что называется, такой вот, собственной осознанности, да? То есть, что это значит, что, ну, как бы, быть более, вот, что называется, более осведомленным о том, что происходит конкретно вот с вами, да? То есть, как-то вот, ну, как-то, ну, как-то лучше понимать, что происходит конкретно в вашей реальности. Вот. Дальше. Что насчет вашего, скажем так, интереса к жизни? То есть, насколько вам вообще ваша жизнь интересна? Да? То есть, насколько вы, вы увлек... целеустремленная, насколько вы четко идете, вот, скажем так, ну, по жизни вообще. Да? То есть, если у вас, если у вас ваши интересы, если у вас, вот, то, что вам нравится, если у вас то, что вам... Ну, то, что вас привлекает и так далее. Да? То есть, обычно, вот, в таких ситуациях, ну, как-то вот, с этим есть, конечно, некоторые серьезные трудности и проблем. То есть, человек, опять же, вот, как-то весь в других людях. Происходит это, как правило, тогда, когда, собственно, у окружающих его людей этих самых интересов-то и нету. То есть, ну, когда люди, вот, просто не научили человека, ну, в данном случае вас не научили, ну, как-то вот жить своей жизнью. Жить, ну, своими интересами и своей головой. Ну, извините, ну, не научили. Не научили. Вот. И, соответственно, ваша задача, так, сейчас мы научились. Потому что любить, ну, кого-то любить можно, в том числе, вот, из такого, знаете, ресурса. То есть, не получается любить, вот, кого-то, да, ну, находясь не в ресурсе, скажем так. То есть, вот, не получается так. Любить можно только из ресурса. А чтобы был ресурс, нужно вот чувствовать, нужно ощущать, да, свою ценность. Нужно ощущать свою значимость. Нужно ощущать свою важность. Вот. А если вы этого, ну, естественно, если вы этого не ощущаете, то, как бы, любить сложно. Вот. То есть, вы, как бы, ну, не нашли себя. Да, вы чувствуете, например, что, ну, вот, как-то есть трудности с вашей ценностью. Потому что, ну, вы завидуете как-то, вот, ну, другим, да, людям. Вот. Вы завидуете тем, у кого, вот, у кого, вот, ну, есть, да, вот эта вот нежность, как вы говорите и так далее. Вот. Вы этому завидуете. Ну, вот, соответственно, любить из такого состояния достаточно сложно. Поэтому, как бы, если вы хотите любить свою маму, то любить можно из ощущения собственного, вот, какой-то значимости, да, из ощущения, ну, из ощущения себя кем-то. Вот. А, соответственно, если вы себя, ну, грубо говоря, вот, если вы себя не чувствуете, а, как-то вот важно, важной, скажем так, то и любить вам сложно. Потому что вы голодны. Вот. Ну, голодны, условно, здесь голодны до нежности, голодны до какого-то вот, эм, какой-то поддержки и так далее. Вот. А чтобы это получать, нужно, ну, во-первых, быть внимательнее к себе, к тому, что вы хотите, во-вторых, брать ответственность за то, что вы хотите, вот, и в-третьих, это доносить, вот, ну, скажем так, адекватно доносить это другим людям. Вот. она перестанет быть какой-то вот сердительной. Ну, повторюсь, да, это не так. То есть, как бы вот, к сожалению, или вот, к счастью, ну, понятно, что, скорее, это, к сожалению, да, но вот, к сожалению, это не так. То есть, ваша мама не, ну, не изменится, вот, если вы ее полюбите. Вот. Я думаю, что корень такого вашего поведения, то есть, почему вы обращены на свою маму, например, или там на своего папу, например, корень этого заключается в том, что вы боитесь жизни. Вот. То есть, вы боитесь, вот, в какой-то, ну, в какой-то степени вы боитесь жизни. Вот. То есть, вам кажется сейчас, вот, вам кажется, мир, ну, вот, мир вокруг вас, кажется вам, вот, скажем так, ну, угрожающий, да, вот. Ну, я бы, ну, я бы, я бы вот такой термин в данном случае бы использовал. Вот. То есть, угроза перед внешним миром и уход от родителей. То есть, опять же, здесь вот некая такая проблема, может быть, социальности вашей, то есть, проблема того, что вы не социализированы. Вот. То есть, опять же, вопрос, да, как у вас обстоят дела с вашими друзьями, да, то есть, ну, общаетесь ли вы со своими друзьями, проводите ли вы с ними время, вот, видите ли вы другую позицию, вот, или, напротив, вы держитесь там, условно говоря, особняком с этими людьми, да. То есть, как-то вот выстраивать отношения, ну, выстраивать отношения, да, с, там, ну, со своими родственниками, например, ну, достаточно непросто, сложно, например. Вот. То есть, это, опять же, история про такую вот изолирование, изолирование от, ну, от внешнего, скажем так, мира. И, естественно, что в этом случае, в этом аспекте вы пытаетесь, ну, получить, скажем так, поддержку, пытаетесь получить то, что вам нужно, да, вот, от своих родителей, например. Не особо при этом как-то вот задаваясь вопросом, да, а могут ли они вообще вам дать то, чего вы хотите. Вот. И при этом страх, тревога, самопичевание, сомнения, что, допустим, я могла сделать что-то не так, я могла поступить и поступить как-то неправильно, и вообще какая-то я не такая, вот, и так далее. То есть, это всё вот такие достаточно классические мысли, вот. Ну, сами подумайте, сами подумайте, да, вот, просто задаваясь вопросом. Совершенно очевидно, что у ваших родителей есть, ну, вот, своя жизнь какая-то, да? Нет. Вот. А если у вас, ваша жизнь, то есть родители живут вот какой-то своей жизнью, например, а живете ли своей жизнью вы? Ну, в этом смысле. Вот. Вот. То есть, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, не живете. И, соответственно, ну, вот, как бы вопрос. Вопрос. Почему? То есть, сейчас для вас, родителей, важнее, чем вы сами. Полчаса. Это, вот, и есть, в общем и целом, такая вот системная проблема. Я думаю, что моя жизнь зависит от того, как будут ко мне относиться родители. Вот. При том, что родители, как бы, ну, они, люди, безусловно, не плохие, но они, как бы, живут вот, ну, своей жизнью. Вот. И это, в принципе, ну, нормально. Да? То есть, как-то вот нормально, что родители, ну, своей жизнью живут и пытаются жить. Вот. То есть, это же ваш папа выбирает, например, жить с женщиной, которые, там, условно говоря, его не любят. Да? И почему бы решили, что она не любит его? Почему бы и решили, что, если она нас сердится, то это обязательно, ну, как-то вот, как-то вот доказывает то, что она не любит вас. То есть, вот. На мой взгляд, это несколько опрометчивое утверждение, потому что нелюбовь проявляется немножко в другом, а не в сердитостве, скажем так. То есть, нелюбовь – это не про сердитость. Это про немножечко другое, как мне кажется. Но вы, именно сердитость, воспринимаете, как проявление нелюбви. То есть, опять же, немножечко такое вот детское магическое мышление уже. То есть, как бы, что если на меня сердится, значит, меня не любят. Понимаете, да? Да. Конечно, вы могли этому научиться, вы могли этого не объяснить, понимаете? Вам могли не произвести эти два понятия, такие, ну, достаточно серьезные. Вы могли просто не показать, что, как бы, одно с другим, ну, может быть, не связано. Понимаете? Вот. Вам на самом деле могли этого не показать. Я верю. просто сейчас, когда вы оказались вот, ну, как-то вот, когда вы оказались непосредственно на психологическом ресурсе и обращаетесь к психологу, Ваня задаться вопросом, а насколько реалистично я воспринимаю мир? Не в том плане, да, что, ну, вот, правильно я его, например, воспринимаю или нет. Не в этом смысле. Не в этом смысле. А именно в смысле того, насколько я реалистично вижу его через призму или посредством восприятия конкретных сигналов, да, конкретных каких-то сообщений, конкретных каких-то вещей. Вот. А потом еще решу для себя, что правильно, а что нет. Понимаете, да? Вот. Поэтому вы мне представляете всего человека таким, который довольно много времени проводит за тем, что смотрит на других людей. Вот. Довольно много, ну, вот, внимания, скажем так, уделяет другим людям. Вот. Но при этом совершенно не уделяет внимания себе. К себе. К себе. К себе отношясь, в общем-то, как к кому-то, ну, такому, знаете, достаточно слабому, беспомощному тогда. Вот иногда это называется синдром выученной беспомощности. Хотя здесь, безусловно, речь об этом не идет конкретно. Именно конкретно, да? Но вот косвенно, конечно, можно будет коснуться и этого. Я буду беспомощный, я буду, там, условно говоря, зависеть от своих родителей, например, только что по струбине, например, сталкиваться с реальной жизнью, допустим. Вот. То есть вот тут вот какая-то такая может быть история. История, как вы понимаете, весьма-весьма негуманна по отношению к вам. История такая достаточно суровая в этом контексте. Вот. История такая достаточно обесценивающая, как мне кажется, в данном случае являющаяся деструктивной, потому что стать вас, как бы, ниже, чем вот, ну, чем другие люди. В частности, ниже, чем, там, допустим, ваши родители, к примеру. Да? Вот. И мне кажется, что по отношению к вам это несправедливо. Вот. Вот. Вот какой-то такой ответ я могу вам сейчас дать. Я надеюсь, что вам в целом вам это было полезно и интересно. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. там, позволит вам начать свою работу над собой. Да? Потому что, ну, вам нужна помощь, вам нужна психотерапия. Вот. Обратный связь нужно, в первую очередь, вам, именно для формирования базовых постулатов для дальнейшей работы.